Здравствуйте, с вами Mooncake, и это обзор на скетчбук. Понимаю, что это немножко неожиданно, поэтому сначала, думаю, стоит успокоить тех, кто подписался на мой канал ради обзоров на книжки, фильмы и сериалы. Ничего не поменяется, большая часть моих видео по-прежнему будет посвящена им, так что можете не переживать. Но в этот раз я решила снять обзор на скетчбук. Считаю ли я себя великим художником? Нет. Хочу ли я, чтобы вы сказали, что мои рисунки классные? Наверное, хочу. Поверю ли я вам? Нет. Так почему же я снимаю этот обзор? Мне просто захотелось. Кажется, я все объяснила. А, если вам совсем это не интересно, то увидимся с вами в следующем обзоре. Но если вы все-таки посмотрите это видео, вы, наверное, угадаете, на какой сериал будет этот обзор. Ну все, теперь точно можно начинать. Первая страничка традиционно посвящена тестам разных материалов, карандаши, акварель. Вообще это Кэнсон Ноутс с бумагой грамм 120. Но, как ни удивительно, она вполне неплохо держит даже акварель. Конечно, по-мокрому вы рисовать здесь не сможете, но быстренько закрасить рисуночек очень даже. Короче, отличная бумажка, плюс обложка пластиковая. Не сотрется и не превратится в говно в вашем рюкзаке. А еще он квадратный. Это вообще здорово. Это персонаж из моего рассказика. Я пыталась создать дизайн. У меня не получилось. Ну ладно. Это еще один персонаж из того же рассказика. Карандаши полихромос классные. А еще я очень иррационально расходую бумагу. Да, так как вы видите, страничка почти пустая. Рисуночки карандашами. Вот, кстати, карандаши отпечатываются на другой странице, поэтому на ней ничего нет. Потом я попыталась это исправить и расходовать бумагу более экономно, но это была плохая идея. Рисуночки карандашами, покрашенные акварелью. Как я уже сказала, эта бумага не умирает от акварели. Все то же самое. По-моему... А, да, карандаши очень размазываются, поэтому, чтобы эта красная девочка не убила, эту зеленую девочку, которая мне нравится гораздо больше, я ее заклеила. Потому что карандаши отпечатываются на другой стороне. Еще рисунки карандашами, еще рисунки карандашами, и они отпечатываются. Поэтому страницы очень грязные. Не знаю, видно ли вам. Еще рисунки карандашами и акварелью. Я пытаюсь красить акварелью, у меня не получается, и акварель это не мое. Но у меня такой скилл, что вообще любой материал сейчас не мое. Все то же самое. А, и вот это размываемый графитовый карандаш. Вообще я не люблю графитовые карандаши, но я люблю, когда карандаш размывается. А еще так можно исправить ошибку. Ну, делать что-то полноценное акварелью все-таки в этом скетчбуке не стоит. Особенно, когда руки растут не совсем из того места. Но вообще... Ладно, я не буду это комментировать. О, мои любимые чернильные карандаши Derwent. Вот они, кстати, гораздо ярче акварельных, но их никак невозможно стереть. В отличие от акварельных карандашей. Так что у всего есть свои плюсы и минусы. Но они такие яркие, конечно. Ну, рисунок... В рисунке ничего особенного, потому что... Ну, потому что я не умею рисовать. А это фломики из фикс-прайса. На этой бумаге они неплохо размываются. Кстати, стоит 200, что ли, рублей. О! Особенно хочу отметить черный. Вот он размывается очень классно и выпадает в розовый, зеленый и голубоватый. Потом я еще покажу работы с Инктобера. Вот там это проявилось во всей красе. Слышала, есть очень дорогие классные чернила от Ковека, жемчужные. Которые тоже так делают. Но это фломик из фикс-прайса. Из того набора, который с наконечником-кисточкой. Я не поручусь за все-все черные фломастеры в мире. Но вот этот размывается очень классно. 200 рублей стоит набор фломастеров. Ну, остальные можно отдать. Младшей сестре. Вот. Тот самый фломастер. Ох, в рисунке ничего такого, но фломастер классный. А еще я не люблю предварительные наброски. Поэтому чаще всего я сразу рисую либо брашпеном, либо фломастером, либо сразу акварелью. Ну, не люблю я наброски, особенно простым карандашом. Еще одна серия. Я не люблю наброски. Вот, кстати, опять фломастер. Эх, он прекрасен. Не то, чтобы это делало мои рисунки лучше, но... И еще чуть-чуть набросков без набросков. И, наверное, размываемый графитовый карандаш и акварель – это плохое сочетание. Не повторяйте моих ошибок, а? Ну, я не буду это корректировать. Это просто стрёмно. И это тоже. Только вот этот вот ничего. И глаз. Глаза всегда получаются хорошо. Это я пыталась в акварель на акварельной бумаге. Ну, не то, чтобы это сильно изменило ситуацию, но... Ну, рисуйте акварелью на акварельной бумаге, короче. Это реально спасет вам нервы. Это я мешала разные цвета и серую пейну, потому что серая пейна – это самый прекрасный цвет в мире. Ну, и, конечно, предварительный набросок – это не мое, поэтому я сразу же рисовала ручкой или даже акварелью, а лайнила поверх. Ну, не типичная я. Шариковая ручка и акварель сверху. Акварель не размывает шариковую ручку, так что ей прекрасно лайнить. О, верхний рисунок – это карандаши из Ашана по 3 рубля. Я решила их проверить. Ну, они бледенькие, конечно, но вообще-то рисовать ими можно. Остальное – Кахинор. Ну, еще я решила закрасить фон золотым акрилом из Ашана. Это была плохая идея, он вообще не укрывистый, плешивит и полосит. Это ужасно. Но блесит прикольно. В общем, не покупайте акрил из Ашана. А это моя любимая рубрика «Зачем нам нужен набросок?» Рисовала брашпеном. И вот этот вот рисунок мне даже нравится. Ничего. Можно я себя похвалю, а? Тут тоже не было предварительного наброска. Это гелевые ручки плюс акварелька сверху. Ну, вроде норм. Правда, чернила от брашпена отпечатываются над другой страницей. Это не айс. Еще летающие головы и девочки. О! Ну, да, устав от того, что все мои рисунки стали совсем уж одинаковыми, я решила порисовать с референсов. И полезла на Пинтерест, который выдал мне кучу-кучу-кучу фан-арта. И идея рисовать с референсов трансформировалась в моей голове в идею нарисовать фан-арт. И фан-арт, конечно, посвящен Мо Дао, потому что я люблю Мо Дао. И вы, наверное, это знаете, потому что на моем канале уже три обзора посвящены именно ему. Их же было три, да? Вот. И я нарисовала Лань-жаня. Мне не очень нравится дизайн Ван-зи в аниме, или Дун-хуа. Ну, он просто не очень. У многих артеров он гораздо интереснее, поэтому я тоже решила нарисовать что-то свое. В частности, мне очень нравится Ван-зи с хвостиком и какой-нибудь прикольной заколочкой сверху. Поэтому я нарисовала так. А еще все мои карандаши размазались, отпечатались, и красить фон акварелью тоже была плохая идея, но если бы я закрасила его карандашами, это было бы куда хуже. Ну, ладно. Я даже не знаю, нравится ли мне этот рисунок. Он, конечно, так себе, но... Ну, ладно, неважно. А это начался Инктобер. Я думала, этот скетчбук будет со мной на многие годы, но Инктобер его просто добил. Чудесный фикс-прайсовский фломастер. Я его обожаю. У меня почти, по-моему, весь Инктобер им нарисован. Не хочу это комментировать. Я, по-моему, долго работала и устала. А вот этот мне нравится. Я вообще люблю кристаллики. Девочка была ничего. Ну, конечно, с анатомией все не очень, но камешки прикольные. Впервые в жизни пытаюсь в перспективу. Ну, результат предсказуем. А еще я слишком переусердствовала со своим любимым фломастером. Ах, какие красивые кляксы. Самое прекрасное, что есть в этом рисунке. Зачем нам предварительный набросок? Да, незачем. Но получилось ничего. Собеседование. Ненавижу собеседование. Не могу ничего сказать, потому что, ну, это просто летающая голова с сердечками в глазах. Опять фан-арт по Модао. Ну, куда же без Модао? Ну, Магистр он прекрасен. Фломастер из Экспресса тоже прекрасен. И Вейн в своей ипостаси старейшины Элина тоже прекрасен. Ну, правда, большая часть персонажей Модао с этим не согласна. Но мы все его любим, да? Опять скетчи брашпеном без наброска. Ну, ладно. А тут у меня вообще не было идей. Я не знала, что рисовать. И что-то накалякала. О! Это, конечно, как вы можете заметить, Лань Жань из Магистра. А второй персонаж, девочка, это Лу Сюэ Ци из Нефритовой династии. Вот, я думаю, что они потерянные брат и сестра. И вы меня в обратном не убедите. Потому что это мальчик и девочка, всю жизнь следовавшие правилам. Все такие прям по ГОСТу. Умницы, отличник и отличница, спортсмены, комсомольцы, которые запали на чувака, который потом стал считаться мировым злом, натворил кучу фигни. И вообще он не замечал их чувства. И это тянулось лет десять. Все очень печально и очень не по ГОСТу. Не, ну, ну, любовь Лу Сюэ Ци хотя бы была гетеросексуальная. И, наверное, это хорошо, потому что Лань Жаню так не повезло. К тому же, любовь всей его жизни в определенный момент склеила ласты. И это тоже было очень грустно. Ну, в конце концов, главный герой продрал глаза. И все было хорошо. Ну, в случае Модао я в этом уверена. А в случае Нефритовой династии я не читала книжку. Но я пискала в Байду. На Байдулила или как там это? Наверное. Ну, в общем, Байду мне сказал, что главный герой, в конце концов, женился на Лу Сюэ Ци. И все было ничего. Ну, после того, как он был влюблен в кучу других баб. Ну, в общем, все закончилось неплохо. Но эти персонажи очень похожи. И так как я первым все-таки смотрела Магистра, мне было очень сложно перестать воспринимать Лу Сюэ Ци как Лань Жаня в юбке. Хотя придумали ее все-таки раньше. А еще на их костюмах прикольный орнамент с облачками. Потому что это символ их клана. И поэтому я и нарисовала их в этот день Ингдобера. Ну, а еще потому, что они похожи как одноядцевые близнецы. Ничто не ново под луной. Так, это должен быть персонаж из моего рассказика. Но, по-моему, я облажалась. Наверное, это странно, что в этот день Ингдобера я нарисовала девочку. Но я вдруг вспомнила выражение «Победив дракона, самому стать драконом». И нарисовала одну и ту же героиню в двух ипостасях. Такой всей доброй революционерки и злой королевы. Ну, мне показалось, что это прикольно. А опять скетчи-брашка. Кривые. Девочка, сжигающая свои рукописи. Жиза. Я не хочу это комментировать. Опять Вэйн. Ну, когда не знаешь, что рисовать, рисуй Вэйна. Вэйн прекрасен. О. Это я вспомнила книжку, которую читала в детстве. Называется «Дочь колдуньи». Как сын и дочь какого-то ученого приехали на богом забытый остров и познакомились там с девочкой, которую все считали дочерью колдуньи. Но это было не так. Самый скучный рисунок. Вот, кстати, к вопросу о фломастерах. Фломастер, которым я это рисовала, не размылся так прикольно, как фикс-прайсовский. Он размылся в скучный серый, и это было уныло. Тут ничего интересного, красивого и так далее. А это просто девочка, которая ест детей. Опять скетчики кривые. Эх, фломастер прекрасен. Я недостойна этого фломастера. Но вообще этот рисунок мне нравится. Не знаю почему. Ляпнула синяя акварели. Вроде норм. И опять скетчик по магистру. Ланьджань прекрасен, Вейн прекрасен, цветочки на заднем фоне тоже прекрасны, хотя я не умею их рисовать. И да, я решила вспомнить первый курс и заняться каллиграфией. О! Вот этот мне тоже нравится. Я опять вспомнила книжульку, которую читала в детстве. Это служанка Артемиды. Там девочка была послушницей в храме, и в этом храме была статуя Артемиды, которая была очень стрёмная и всех пугала. Но что-то такое в ней было. Тут всё криво. Я не знаю, как это комментировать. Мне нравится этот рисунок, но я не знаю почему. А это просто скетч, который я нарисовала кахеноровскими фломастерами и размыла всё водой, потому что мне это нравится. И мне надоело, что я постоянно на него натыкаюсь, и я вклеила его сюда. Ну и всё. И вела я этот скетчбук с мая по октябрь. Большая часть нарисована во время Инктобера. Ну всё. Скетчбук умер, да здравствует скетчбук. Увидимся с вами в следующем обзоре. Угадайте, какому сериалу он будет посвящен. Пока!